Эта конференция сейчас будет записана. Мастер-класс по довольно интересному и редкому направлению. Такому направлению, как анимация. При этом не просто анимация, а довольно сложная анимация. Это анимация машин и механизмов. Всяких движущихся, вращающихся частей и их взаимодействия между собой. Надо сказать, что, например, персонажная анимация, это тоже где-то очень близко, но это все-таки немножко другое. Но это в любом случае считается сложным направлением. И что это такое, мы сегодня с вами увидим. Как я уже сказал в начале, еще до того, как включил запись. То, что я сейчас буду показывать, потом, возможно, появится или на моем YouTube-канале, или на специалист-TV-канале тоже на YouTube. Вы сможете пересмотреть это еще раз в записи. И даже я вам дам ссылку на файл, на котором я все буду показывать. Для того, чтобы вы могли попробовать своими силами повторить, сделать такую же анимацию. Интересно. Заодно я немного расскажу о наших курсах. Ну, куда уж без этого, друзья. Я думаю, все понимаете расклад. И вот у меня есть такая небольшая презентажка. С вашего позволения, вот это вот я пропущу. Да, я довольно известен в мире 3D, давно преподаю. И, возможно, кто-то из вас, дорогие друзья, меня знает по другим курсам. Возможно, кто-то у меня на YouTube-канале какие-то видео смотрел. Кстати, мне интересно, напишите плюсик в чате, кто смотрит видосики на моем YouTube-канале. Вижу. Прекрасно. Прекрасно. В двух словах о нашем учебном центре. Я работаю в центре специалистов. Это крупнейший центр в Европе. Практически самый крупный учебный центр в России. Мы очень давно учим людей. В общем-то, учим успешно. В процессе обучения предоставляем всевозможные гарантии. В первую очередь, гарантия качества. Если что-то пойдет не так, мы вас получим еще раз бесплатно. Мы гарантируем то, что те знания, которые вы хотите приобрести, вы у нас приобретете. Ну, а теперь давайте уже ближе к делу. О чем же мы поговорим в рамках сегодняшнего мастер-класса? Мы поговорим о том, как анимировать сложные механизмы устройства, машины, станки. Надо сказать, что принцип создания анимации там примерно один и тот же, но нельзя сказать, что он один. То есть там есть некоторый набор приемов и методов, которые так или иначе подходят для того, чтобы можно было анимировать разного рода машинерию. И надо сказать, что Макс отлично позволяет это делать. То есть, что бы вы не хотели проанимировать, какой-нибудь распилочный станок, который пилит бревна на паркет, или какой-нибудь там дредноут из Вархаммера, который там шагает. Вот. Это все в Максе делается очень несложно. Ну, как несложно. Макс вообще нельзя назвать совсем уж несложной системой, да? Те из вас, кто пытался его учить или успешно уже изучил, они отлично знают, о чем я говорю. Но это в Максе реализуемо. И реализуемо, что очень важно, базовыми средствами, без привлечения каких-то плагинов. Ну, единственный плагин, который вам пригодится, это V-Ray, просто потому что с помощью можно красивее визуализировать то, что вы тут наанимируете сейчас. Ну, то, что я наанимирую сейчас в мастер-классе, а вы, если захотите в, так сказать, уже спокойной атмосфере дома. Хочу сказать, что то, что я вам сейчас буду показывать, это часть курса. То есть у нас есть такой курс, который называется «Анимация и спецэффекты». И вот то, что я вам сейчас покажу, это некая часть этого курса, но более продвинутая, развернутая. То есть на этом курсе как раз изучается все вот это, изучается, как там анимировать повороты, сдвиги, как правильные взаимосвязи поставить между объектами, что такое обратная кинематика, что такое автоматизация. Естественно, там же изучается, как видеоролики выводить конечные. И вот сейчас в чем-то лайт-версию, в чем-то, наоборот, продвинутую версию этих объяснений из курса вы увидите в режиме мастер-класса. Я для вас нарисовал вот такую сцену. Как видите, это три инсталляции, три станка. Сверлильный станок, при том, как видите, он стоит неподвижно закрепленный на полу. Распилочный станок с фрезой. Как видите, он на поворачивающейся основе. И, можно сказать, манипулятор, хваталка такая. Хвать-хвать. И при том она стоит на тележке, то есть может и должна кататься туда-сюда. И вот все это мы сейчас с вами и будем анимировать. Хочу сказать, что если нажать рендер, как видите, тут V-Ray у меня настроен. Притом я даже не могу сказать, что его как-то настраивал. Я его просто включил, ну и там буквально две галочки поставил. И вот V-Ray готов нам отрендерить картинку и показать, что же там у нас получается. Естественно, рендеринг одного кадра сейчас происходит, единственного. Но, с другой стороны, анимации все равно здесь нет. Так что мы в любом случае увидим все то же самое, даже если отрендерим весь видеоролик. Хочу также, дорогие друзья, отметить, что здесь у V-Ray включен очень специфический момент в материале. Как видите, V-Ray все грани подчеркивает специально такими линиями. Очень интересное решение как раз для технических, технологических визуализаций. К слову, замечу, корона тоже так умеет. Если кто-то из вас V-Ray не любит, а любит корону. Ну, вот что мы видим в качестве статичного кадра. Итак, давайте я возьму вот этот механизм, состоящий из нескольких деталек, и спрячу все остальное. Нажму на команду Isolate, все остальное исчезнет. Что мы с вами видим? Как видите, это некий механизм типа манипулятора, состоящий из основания, двух рычагов и рабочей головы, а также вот такого сверла. И все это надо привести в движение. Одна очень важная деталь, про которую сейчас я скажу только один раз. Для того, чтобы объекты правильно поворачивались, у них есть так называемый pivot point, то есть опорная точка. Вот, давайте возьмем рычаг какой-нибудь и сделаем его копию. Я его скопирую с клавиши shift, передвинул. То есть я нажал shift, потянул за стрелочку, x, сделал копию. Можно instance, неважно. И если мы берем команду поворот, то мы видим, что рычаг вращается вокруг некой точки. Вот она. Это его pivot point, точка опоры. Если я хочу перенести ее в другое место, достаточно нажать иерархия, pivot, effect pivot only. И вот теперь я могу pivot перенести, допустим, сюда. И вот теперь рычаг уже вращается относительно этого места. И да, в виде некого рояля в кустах я уже втихаря поставил везде эти пивоты правильно. Что значит правильно? Ну вот есть разные участки нашего механизма, разные части нашего механизма, более правильно сказать, извините. И у каждой такой части есть некий шарнир, относительно которого эта часть поворачивается. И да, везде пивоты я уже установил. Как видите, эта часть вращается здесь, эта часть вращается здесь, эта часть вращается здесь. Но эта часть вращаться не должна. И вот, возможно, вы заметили, друзья мои, когда я вращал верхнюю часть, вращалась только она. Но когда я вращал нижнюю часть, вращается все устройство. Это еще почему? Потому что сделаны так называемые линки. Линки – это невидимые связи, которые один объект объявляют старшим, а другой – дочерним. И вот я хочу их отключить. Я выделю все эти детали и нажму кнопку, которая называется Unlink. Unlink – такая цепочка, разорванная посередине. Я нажимаю Unlink, и связи разрываются. И теперь, если я вращаю одну из деталей, остальные вместе с ней вращаться не хотят. Никаких реалев кустов больше. Как же нам правильно соединить эту систему так, чтобы действительно при вращении нижней детали остальные могли вращаться? Я включаю команду Select Endlink, то есть выделить и связать. И вот теперь я должен хвататься за старший объект и показывать относительно него младший. То есть я хватаюсь за сверло и показываю голову этого станка. Что теперь происходит? Если голова будет поворачиваться, то сверло поворачивается вместе с ней. Но если будет вращаться сверло, то, как видите, рабочая голова остается на месте. В этом весь смысл линков. Надо сказать, что линки – это только верхушка айсберга. Но давайте дальше залинкаем все. То есть голову к верхнему рычагу, верхний рычаг к нижнему рычагу, ну а нижний рычаг можно к основанию. И вот теперь как мы можем определить, как все это работает? Секундочку. Мне вот пишут в чате, что не слышно меня. Друзья мои, меня не слышно? Звук пропал? Есть у вас звук или нету звука? Звук есть. Я боюсь, что не слышно только вам, Ольга. Проверьте, пожалуйста, что у вас происходит. Извините, я отвлекся. Будем считать с этого момента, что звук есть по умолчанию. Итак, после того, как все залинкано, я беру команду «Выделить и двигать», выделяю основание. И вот если я двигаю основание, я вижу, как двигается вся структура. Есть еще один простой способ – двойной щелчок. Дабл-клик по объекту выделяет как этот объект, так и все объекты ему подчиненные. Так, ну вот со звуком что-то я вижу. Друзья, мне вот пишут, что теперь звук у меня как у робота. Это у всех так? Меня рабовосит? Или звук хороший? Нет, звук хороший. Ну, простите, друзья. Если у кого-то звук плохой, я боюсь тоже особенности вашего подключения, там, вашей линии и так далее. Я очень рад, что звук нормальный, я сильно переживаю из-за этого. Поэтому приходится каждый раз бросать объяснение. Но давайте вот с этого момента будем считать, что со звуком все хорошо. И я больше уже не буду реагировать на вопросы по звуку, если только их прям много сразу не появится. Так вот, вернусь к уже высказанной мысли. Если вы дважды щелкаете по объекту, то выделяется как этот объект, так и все младшие, то есть подчиненные ему. Щелк-щелк. И я вижу, как выделяется вся вот эта вот часть. Ну, а теперь, что касается анимации. Если я включаю кнопочку Auto Key, то есть автоматическая запись анимации. Теперь, когда детали залинканы, я могу управлять по очереди каждой деталью, поворачивать ее. Вот я хочу сделать так, чтобы рабочая вот эта головка оказалась над деталью, которую надо сверлить. И это должно случиться, допустим, в 20, не знаю, в 25 кадре. Я поверну сначала немножко нижний рычаг, потом немножко верхний рычаг. И я понимаю, что это не так-то просто. То есть придется сейчас высчитывать некое положение этих рычагов, при котором головка займет нужное положение. При этом, да, я думаю, вы уже понимаете, в чем проблема. Не так-то просто это положение поймать, особенно по отношению к некой конкретной точке. Для следующего примера придется придумать что-то поинтереснее. Но, ладно, вот, поймал. Впрочем, нет, мне нужно, чтобы конец сверла не касался объекта, в котором будем дырку сверлить. Поэтому давайте еще немножко половим. Окей. Можно сказать, почти-почти. Вот оно. Повернув последовательно каждую из деталей, я проанимировал работу этого рычага. Давайте поглядим, как это работает. Оп. Оп. Ну, хорошо. Теперь заставим его просверлить. Возьмем сверло. Скажем, что в 25-м кадре она находится в этом положении. То есть нажмем кнопочку с ключом. Кнопка с ключом блокирует некие действия до данного кадра. Я нажму кнопку Key Filters и скажу, что управляет только позицией. И нажму кнопку с ключом. Тем самым я скажу, что позиция этого сверла в 25-м кадре должна оставаться та, которая сейчас. И вот, допустим, в кадре номер 50, ну давайте 40, сверло должно вот так войти в объект. А в кадре 50 выйти из него. Да, дырка, к сожалению, пока оставаться не будет. Но вот мы видим, как оно просверлило. Ну а теперь все это должно обратно разогнуться. Давайте возьму опять все детали станка. Войду в Key Filters и скажу, работай с поворотами. И в 50-м кадре нажму кнопку с ключом для всех деталей станка, кроме сверла. Тем самым система поймет, что надо запомнить текущее их положение, то, как они повернуты сейчас. Текущий угол поворота, правильно говоря. Ну и вот, допустим, где-нибудь в 75-м кадре я у всех этих деталей возьму точку начала их анимации. Вот она. И с шифтом скопирую ее куда-то сюда. Тем самым я прикажу им вернуться в начальное свое положение. Ну, говоря о положении, я имею в виду угол поворота. То есть вот мы видим с вами, как станок согнулся, просверлил и разогнулся. Можно было разогнуть его как-то по-другому, то есть не обязательно в такое положение. Можно там вручную как-то вот так вот его разогнуть. Вот он будет возвращаться в такое положение теперь. Немаловажный, конечно, момент, как дырку-то сделать. Вот. У меня есть вот такая деталька. Это болванка, которую я собираюсь проанимировать, а потом вырезать командой Boolean. Дело в том, что есть обычная команда Boolean Max, не ProBoolean, а классический Boolean обычный, который, ну, имеет свои там отличительные черты от ProBoolean, но главный из которых он поддерживает анимацию. То есть если какой-то объект проанимирован, то в процессе вычитания Boolean это тоже будет учтено. И вот давайте посмотрим, как это сработает. Я возьму эту болванку, совмещу со сверлом. Давайте посмотрим 25-й кадр. Вот она так стоит у меня. Давайте проверим другую проекцию. Да, все хорошо. Нажмем Key Filters, Position. Чипок. Проконтролируем движение сверла в 40-м кадре и нашу болванку продвинем также вместе со сверлом. И вот в 50-м кадре сверло вернулось, но это уже лишнее. То есть обратно возвращаться не должна. Мы же не хотим, чтобы дырка заросла обратно, да? Хорошо. Я сделаю, пожалуй, эту болванку потолще немножко. Ну а теперь я возьму боксик и скажу ему, давай, Compound Object, обычный Boolean, не ProBoolean. ProBoolean с анимацией не работает. Вычитание, Subtract, AddOperance и укажу болваночку вот эту. И смотрите, какая прелесть. Болванка проанимирована, и когда сверло движется, болванка вырезает дырку. Ну то есть если мы с вами посмотрим, как это выглядит в окне перспектива, то это выглядит вот так. Наш манипулятор согнулся, сверло высверлило дырку и вернулось обратно. Один момент, сверло не вращается. Ну давайте проанимируем и этот момент. Насчет вращения. Мы можем сделать следующее. Включить так называемое линейное движение, чтобы скорость вращения была постоянной. И, допустим, в десятом кадре покрутить сверло. Только крутить его нужно обязательно по локальной оси. То есть я включаю Local, локальная ось. Только сначала надо было, конечно, поворот включить, а потом уже локальная ось. И вот теперь я вращаю сверло, допустим, на, ну не знаю, там 300 градусов. И он понимает, что за первые 10 кадров сверло поворачивается на 300 градусов. Ну а дальше как? А вот тут мы можем сделать следующее. Или мы вращаем на протяжении всего интервала вручную, или вызываем так называемый редактор кривых. Вот кнопочка редактора кривых. Вот анимация поворота сверла. Надо сказать, что это окно изучается на курсах очень подробно. Вот этот вот график – это то, как сверло поворачивается. И вот оно поворачивается до 10 кадра. Дальше оно поворот теряет. Ну и мы включаем так называемый out of range. То есть, что сверлу делать, когда анимация закончилась. И говорим ему, продолжай в том же духе, так называемый line. Это означает, вот как ты крутился, так дальше и продолжай крутиться. И видно, как график теперь пошел дальше. То есть, вот в зависимости от того, сколько сверло за первые 10 кадров успеет понаделать поворотов, так оно дальше и будет вращаться. То есть, если мы сейчас посмотрим, что сверло вытворяет, я вижу, как оно бешено вращается. Ну, может, не так уж и бешено, но вращается. Вот мы получили полноценную анимацию работы этого станка. Но здесь было неинтересно, что сам принцип работы станка был очень примитивный. Давайте я возьму второй станок, распилочный. Тут, как видите, ситуация куда более сложная. Да, есть такая деталька, сразу бросается в глаза. Ладно, о ней позже. Сначала проанимирую работу фрезы, ну или диска. Также в 10 кадре я его крутну. Но вообще-то, друзья, я сейчас делаю неверно. Сначала надо все залинкать. Я возьму команду link, потому что сначала в первую очередь всегда соединяются объекты, потом пишется анимация. И диски, линку головки рабочей, рабочую головку к верхнему рычагу, верхний рычаг к нижнему рычагу, тот к основанию, а основание к поворотному столу. Окей. Продолжаем. Вот теперь начинается самая интересная часть. Здесь у нас есть поворотный стол, который, да, может вращаться. И вращать всю конструкцию. Возьмем диск. И в 10 кадре с автокеем я его крутну. Насколько-то там, не знаю, там на 200 градусов сойдет. Войду в управление кривыми. Найду его анимацию поворота. Где она, кстати? Интересно. Вообще-то должен быть здесь. А, ну, собственно. Хм. Вот она. Нашел. Включим out of range. То есть, что ей делать, когда она заканчивается. И скажем, liner. Продолжай дальше. Вот видно, она пошла дальше. Теперь, если я play нажимаю, диск постоянно вращается. Кстати, хочу заметить, на визуализации это будет смотреться куда лучше, если включить так называемый motion blur, то есть смаз движения. Если смотреть глазами камеры, где смаз включен, видно, что зубья диска вот этого, они кажутся размытые. Они не смотрятся четко. То есть, он будет смотреться как такой размытый, вращающийся, полупрозрачный диск. Ну, ладно. Вернемся к нашим делам. Для начала я хочу развернуть основание. То есть, у меня основание теперь вращающееся. Я вижу, что пилить эту штуку нужно будет поперек. И я нажму кнопку Auto Key. И, допустим, в 15 кадре, в 10 кадре, не важно, в 20 кадре, я всю эту конструкцию разверну. Включу только плавную анимацию. И вот разверну конструкцию, допустим, вот так. Вот она будет пилить его. Ну, а теперь видно, что да, она вся повернулась, конечно. Я хочу сделать анимацию распила. То есть, вот головка должна так жик пройти и разрезать часть кубика. Но я помню с того раза, каких трудов стоит вот эта вот анимация отдельных частей. Это будет сложно проанимировать таким образом, чтобы вот эта вот фреза прошла ровно. Поэтому тут мы доходим до первой сложной темы. Да, это все пока было несложное. Первая сложная тема называется IK. Инверсная кинематика. Инверсная кинематика – это метод управления, когда младший объект управляет старшими. То есть, вот диск, и мне нужно, чтобы диск прошел вот так через ящик. И мне нужно сказать всем остальным деталям – подчиняйтесь ходу диска. Делайте так, как он говорит. Для этого существует специальный механизм. Он живет в иерархии, называется IK. И сейчас он выключен. Существует такое понятие – интерактивная, инверсивная кинематика. Если я включаю ее и пытаюсь двигать диск, я вижу, как вся конструкция пытается как-то двигаться вслед за диском. Почему, кстати, не двигается основание? Дело в том, что у основания, дорогие друзья, я втихаря поставил галочку терминатора. Вот если я ее уберу, то теперь все радостно двигается вообще, как босс знает что. То есть мы берем ту деталь, которая должна являться замыкающей в цепочке, ставим галку терминатора, то есть всего лишь ограничитель. И вот теперь вся эта конструкция начинает двигаться правильно. Но за счет чего она двигается только в одной оси? Почему ее не колбасит как-то совсем уж дико? Дело в том, друзья мои, что для каждой детали, допустим, вот для этой, я выставил или могу выставить так называемые лимиты. Тут есть понятие joints – ограничители. Joints ограничивают движение по определенным осям. И вот смотрите, дорогие друзья, как видите, у этого объекта включены ограничители по Z оси. То есть здесь включена галка active, и у других осей эта галка убрана. Это означает, деталям запрещено по другим осям поворачиваться. По X, по Y эти детали поворачиваться не могут, только по Z. Тут же указаны градусы, с какого до какого угла они могут поворачиваться. То есть благодаря вот этим настройкам каждая деталь знает, что она может поворачиваться. Допустим, вот это головка, да, head. Она может поворачиваться только по оси Z и только от минус 90 до плюс 90. Можно еще меньше сделать подвижность, она будет поворачиваться на еще меньший угол. То есть вот пила движется, и все детали поворачиваются сами, настолько, насколько им разрешает делать этот механизм. Таким образом, вы можете взять каждую деталь и ограничить ей подвижность определенными осями и определенными углами по этим осям. Кстати, интересное наблюдение. Вот у этих двух деталей стоит ось Z. Здесь Z, здесь Z. А у этой детали почему-то Y вместо Z. Дело в том, что оси здесь используются класса parent, то есть родительские. В этом случае используется ось не того объекта, который движется, а того, к которому он прикреплен. Поэтому тут, для того, чтобы просмотреть эти оси, необходимо перейти с обычных осей на parent оси. Вот они. И вот теперь будет понятно, что здесь вот эта ось – это Z, здесь Z, а здесь Y. Именно эти галки и поставлены в IK настройки Rotation Joints, то есть поворотных суставов. И если понимать, как это устроено, то вообще настройка этого механизма несложная получается очень. Самое главное – не забудьте кнопку Interactive IK нажать, чтобы это все работало. Ну а теперь давайте пилить. Я беру диск фрезы. И где-то в 25-м кадре, только давайте я сначала скажу, что с 15-го кадра, нет, с 25-го кадра, вот так вот, чтобы он не вращался никуда. Скажу ему, пожалуйста, дорогой друг, вот тебе необходимы… Секундочку. Key Filters Rotation Block. Теперь… О, только почему Rotation-то? Тысяча извинений, друзья. Position, мы же его двигать сейчас будем, мы не будем его вращать. Ай-яй-яй, чуть было, не оплошал. Position. Position Block. Rotation-то вращается, все на здоровье, пускай вращается. Проверяем, что включен Interactive IK. И, допустим, в 40-м кадре опускаем его в обычных осях View, куда-нибудь вот сюда. И, как видите, вся остальная структура, насколько ей разрешено, готова прийти на помощь, чтобы диск оказался в нужном месте. Но он не доходит, как мне требуется. Да, я хочу, чтобы он еще сильнее согнулся. Вот у этого рычага не хватает подвижности. Возьму этот рычаг и поставлю подвижность ему больше. То есть углы поворотов я сделаю не 120 градусов, а, допустим, 160 градусов. Так, извините. Да. Сделаем углы поворотов. Побольше. Чтобы, а, ну здесь все хорошо, да. Чтобы детали могли еще сильнее. Вот, теперь, да, она может прийти в нужное положение. Так, ну все, AutoKey. Переводим в положение такое. Так. Отлично. Теперь переходим чуть дальше. И проводим ей вот так вот вдоль распила. Оп. Жык. И видите, она движется ровно, да. То есть все рычаги вот эти, они сами решают, как они должны двигаться. И возвращаем ее назад. Оп. Смотрим, как это работает. Жык. Жык. Шикарно. Так, теперь у нас есть вот такая деталька. Давайте ее установим сюда. Нажмем AutoKey. Начальное положение здесь. И начальное положение здесь. Оп. Ну, здесь немножко, да, диск наш прошел не очень аккуратно, к сожалению. Могло получше это быть. Можно было проконтролировать немножко понежнее его движение в конце этого хода, да. Вот здесь вот где-то. Ладно. Ладно, бог с ним. Так. Ну и давайте вычтем ее. Отключаем AutoKey. Создание. Компаунт объекты. Булеан. Сабтракт. Добавить парант. Вычитаем. И вот я вижу, как станок повернулся и разрезает деталь. Да, криво разрезает. Я думаю, вы заметили уже. Потому что вот тот самый случай, когда все-таки следовало проверить положение детали еще и по виду спереди. Вот теперь все хорошо. Ой, пробулин нажал случайно. Ошибка. Ошибка. Вжжжжж. Ну, а вот, конечно, залезание движком фрезы в ящик смотрится не очень. Прошу простить. Не хочу сейчас переделывать, у нас времени так много. Опа. Хорошо. Давайте дальше. И у нас осталась еще одна последняя конструкция. Это тележка. С тележкой ситуация такая. Она должна подъехать и манипулятором схватить эту деталь и утащить ее всего лишь. Сначала линки. Берем команду link. Ну и давайте я присоединяю хваталочки к их держалке. Держалку головки верхней. Ну и дальше все по списку. Так же мы линкаем каждую деталь. Хочу сказать, что на курсах по анимации команда link изучается на нескольких упражнениях, чтобы это было более плавно. Чтобы не приходилось, так скажем, в аварийном порядке ее осваивать. И все четыре колеса я тоже линкаю к тележке. Вот у меня все залинкалось. Тележка главная деталь. Если я два раза по ней щелкаю, я вижу, как тележка... А-а-а. Смотрите, а я забыл одну детальку. Да. Надо сначала линкнуть вот сюда. А вот ее уже на тележку. Давайте проверим снова. Двойной щелчок по тележке. Да, теперь все хорошо. А если тележка будет двигаться, то все хорошо. Отлично. И здесь, дорогие друзья, есть два технологически интересных момента, которые я хочу вам показать. Момент первый. Как вы уже поняли в предыдущем случае с распилочным станком, удобно анимировать с помощью обратной кинематики. То есть, когда ты двигаешь именно рабочей головкой, а вот этот вот рычаг сам движется, как тебе нужно. И в этот раз я хочу сделать еще интереснее. Я хочу использовать так называемый IK Solver. IK Solver – это механизм, который в основном применяется при анимации персонажей. IK Solver – это механика, позволяющая легко рассчитывать движение рук, ног. Ну и в том числе и в механике она тоже отлично работает. Чтобы IK Solver понял, как должна сгибаться эта штука, я ее немножко подсогну изначально. Иначе для него будет загадкой, как ее гнуть. Вот теперь она согнута. И я хочу выделить конечную детальку так называемой конечности. Я буду использовать Solver, который называется Limb. Применяется для анимации конечности персонажей. И здесь он тоже замечательно сработает. Выбираем рабочую головку вот эту. Заходим в Animation – IK Solvers – IK Limb Solver. Тут даже если ничего не нажимать, можно подсказочку получить, что он делает. И можно нажав More посмотреть более продвинутое описание. Ну, кстати, здесь он не особо интересный. Эй. Так, вот и посмотрел. Опа. Хорошо посмотрел, да, дорогие друзья? На все деньги получилось посмотреть. Извините. Так, теперь все надежно на автосейв. 3D Max решил порадовать меня внезапным. Отрывом от реальности. Давайте дадим ему запуститься. Как нехорошо, да. Так, сейчас мы узнаем, сколько времени было потеряно. Надеюсь, не слишком много. Грустное зрелище, вращающегося колесиком. Так. Так, пробуем сочетать автосейв. Что там у нас по времени? 19.01. Ага, это когда мы пилили доску. Ну что же, сочетаем его. Так, друзья. Извините, я чуть-чуть здесь доделаю. Не буду уже комментировать то, что делаю. Мы это все видели. Здесь, да, все хорошо получилось. Ну, не считая того, что деталь проваливается. Грустно, конечно, переделывать еще раз. Ну что ж тут. Опа. Поехали. Все. Все. В таком случае обойдемся без долгих разговоров. Берем команду link. И все это линкаем. Хваталки к основанию. В верхней части. Сюда. 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 Ну и все четыре колесика тоже к тележке. Все. Давайте подсогнем эти рычаги. И используем IK Solver. Для этого берем верхнюю часть. Анимация. IK Solver Limp. И показываем нижнюю часть рычага. То есть на нижний рычаг. И что происходит? Вы видите такую еле-еле видимую конструкцию. Эта конструкция невидимая, но вполне себе рабочая механика, которая анимирует кости сама. То есть она считает, что это кости скелета. Это некая конечность, заканчивающаяся ладонью, например. И есть так называемый goal. Такой специальный крестик, который мы с вами видим. Вот он. В то время как goal движется куда-то, он двигает всю эту конструкцию. То есть для анимации достаточно сделать этот самый Limp Solver. То есть не нужно настраивать инверсную кинематию, как это делал в прошлый раз. Единственное, что для поворота, корректного поворота всего этого механизма, надо бы goal, то есть крестик, еще дополнительно линкнуть к поворотному столу. То есть вот сюда вот. Чтобы при повороте конструкции он, goal, тоже поворачивался. Поворачивался. И давайте поговорим теперь вот об этих зажимах. Я хочу, чтобы зажимы синхронно могли сжиматься. Это еще одна очень интересная техника. Как бы они сейчас не были повернуты к нам, ну то есть вот работает наш манипулятор, все шикарно уже, да? Как бы головка не была повернута, вот это я могу ее вращать сейчас по желанию. Заметьте, вращаться она должна обязательно в локальных осях, чтобы оставаться всегда приделанной на свои зажимы. Вот эти хваталки должны, по идее, смыкаться, размыкаться вместе. И я вижу, что они должны работать по оси Z. Что я могу сделать? А в локальных осях тоже Z. Я беру одну из этих хваталок и нажимаю по ней правой кнопкой. И мне нужен так называемый wire. Wire, ну по-нашему, проволока или проводка, это невидимые связи, которые вы можете между объектами включать. Я говорю, что хочу wire, то есть прицепить некое свойство данного объекта к другому свойству другого объекта. Он говорит, какое свойство? Трансформация, поворот, ось Z. К чему? К этой детали. К ее трансформации, повороту оси Z. Появляется вот такой диалог. Я говорю, давай связь в обе стороны соединить. Имеется в виду, что если я вращаю этот объект по Z, то тоже вращается по Z. Но он же должен идти в другую сторону. Поэтому я поставлю минус Z. Update. Обновить. И теперь, двигая одну деталь, вторая двигается сама. Вот так работает wiring. Так можно много чего анимировать. Например, можно проанимировать вращение колесиков, когда платформа едет. Ну, сейчас я это сделаю более примитивно, но можно и вот так. Ну что же, нам нужно сейчас проанимировать, процесс, когда платформа подъезжает к этой детальке. Я нажимаю Auto Key и двигаю платформу к детальке ровно. Притом я возьму колесики. Это будет, конечно, жалко, но тем не менее, я поверну их командой поворот по обычной оси. Ну, где-то примерно, наверное, на 360 градусов. Вот так вот. И вот платформа подъезжает и останавливается. Также она должна быть развернута к нам лицом. То есть вот, отлично. Возьмем Goal, то есть цель движения стрелы. И давайте Key Filters, Position, скажем, чтобы она никуда не двигалась до этого кадра. Только, извините, здесь не Position, здесь IK Parameters, то есть мы анимируем инверсную кинематику его. Вот. Дальше. В 50-м кадре он опускает нам стрелу вниз. То есть вот сюда. Жжик. Ну и, да, остается только немножко довернуть вот эту часть. Давайте довернем ее капельку. Все-таки поворот нам вручную придется прописывать. Видно, что тележечку нужно было подкатить немножко. Вот так, как-то, да? Вот. Зажимы. Изначально я хочу их разжать. Пускай они будут разжаты. То есть вот так вот. В 50-м кадре они подошли сюда. Key Filters, Rotation, Включить. Автозапись ключей. И давайте в 60-м пускай они зажмут ее. Щелк. И теперь Goal ее должен поднять вверх. В 60-м начать. И в 70-м поднять. И я понимаю, опа! Он, конечно, радостно поднимает зажим, но без нашей детальки. Как же поднять детальку? На детальку необходимо повесить, дорогие друзья, специальный анимационный констрейн, который называется Link Constrain. Этот механизм, как раз вот нам хорошо показывает, что он делает, позволяет этой детальке зацепиться за какой-то из объектов и в определенный момент времени перецепиться за другой объект. Управляется он отсюда, через панель, которая называется Motion, но нам обязательно нужно вначале за какой-то объект ее зацепить. То есть она должна за что-то быть прицеплена в начале нашей анимации. Как вариант, можно сказать, и в 60-м кадре зацепиться вот за эту деталь. Я выбрал 60-й кадр, взял объект, нажал ему Animation, Constrain, Link Constrain и показал, допустим, вот на эту часть конструкции. И объект понимает, что с 60-го кадра надо цепляться за эту штуку. Но мне теперь нужно сказать ему, чтобы он в нулевом кадре был неподвижен. Давайте возьму кадр 59-й и скажу Link to World. А лучше, конечно, в 60-м кадре Link to World. Опа. Ладно. В 59-м кадре Link to World. Ай-яй-яй-яй. Ладно. Сделаем по-уму. Хорошо. Я создам невидимый объект дамме, за который эта штука будет цепляться изначально. Вот он. Это воспомогательный объект, пустышка так называемая. Все. Я просто не хотел создавать его, но куда деваться, ладно. И я говорю этой детальке. Давай уже, наконец. Animation, Constrain, Link Constrain. Цепляюсь за дамме. Деталька, понимаете, с нулевого кадра надо цепляться за дамме. Теперь давай 60-й кадр. Add Link. И я указываю эту детальку. Оп. И вот в 60-м кадре цепляюсь за fork, за вилку. Что получается? Хвать. Потащил. Ну и можно теперь заставить тележку отъехать. Какой-то там 75-й кадр. After Key. Взяли тележку. Сказали Key Filters Position. Какой-то там кадр 90-й. Поехали отсюда. Оу, как ее таскает, да, туда-сюда. Это потому, что включен неправильный способ анимации. Правильный вот. Поехали. Все. Все равно немножечко елозит. Можно переключить так называемую кривую сглаживания. Она заставляет тележку немножко елозить на месте. Это не здорово. Возьму все точки анимации и включу более правильный режим. Ну вот теперь все хорошо. Осталось только проанимировать вращение колесиков. Куда же без них. Где там они у нас должны начинать двигаться? В 75-м. Key Filters. Rotation. Запись. И вот она уезжает. Примерно прикинул, сколько там оборотов они должны выполниться. Ну что ж, давайте посмотрим все вместе. Unhide all. Эти детали мы прячем. Они служебные у нас. Кстати, почему мы их видим, интересно. Ага, ладно, давайте спрячем их. Ну и вот у нас, наконец, получился ролик до конца. Попрячем лишние вещи, чтобы не видеть их. И? Не до конца аккуратно анимация колес тележки. Теперь, что касается рендеринга видеоролика. Мы можем с вами, конечно, попытаться отрендерить видео как есть. Но я боюсь, это займет непозволительно много времени. То есть, естественно, если мы попытаемся рендернуть видео полноценное, то мы попадем на очень-очень долгое время ожидания. То есть, сейчас, ну, на моем ноутбуке, который шестиядерный, один кадр V-Ray, и это быстро считается, да, просчитывался у меня, ну, где-то не меньше минуты. То есть, если я захочу посчитать 100 кадров анимации, нужно будет 100 минут. Чего, конечно, мы вот сейчас прям позволить себе не можем в рамках моего выступления. Но если вы хотите показать заказчику видосик, пускай и в плохом качестве, но с понятным движением объектов, можно сделать так называемый грубый превью, то есть черновой предварительный просмотр, который хоть как-то показывает, что вы сделали и как оно работает. Вот сейчас мы видим полноценный кадр из видео, да, но если мы используем такую вещь, как создание, это называется, Tools Preview, и дальше так называемый Create Preview Animation, создать предварительный просмотр анимации. Мы можем здесь заказать определенные настройки, как окно будет нам показываться, допустим, в User Defined, вот как оно сейчас, так пускай и будет показываться. С Default Shading, то есть со стандартным отображением. Agit Faces еще включу, то есть вот ребра, чтобы показаны были. Ну и дальше остается только указать, куда сохранять файл, с которым мы работаем. Вот, допустим, в папку Анимация машины механизмов. Обычный AV-файл будет у меня, при том без сжатия. Ну и я нажимаю Create, и вот система просчитывает видеоролик со черновым качеством. И вуаля, готово. Вот я получил уже готовое видео. Ну что же, друзья, напомню, с чем мы здесь столкнулись. Мы увидели очень много систем, связанных командой Link. Мы увидели так называемый обычный IK, то есть инверсную кинематику, настроенную по связям. Увидели так называемый Limb, то есть конечность, то есть механизм, который упрощает инверсную кинематику. Увидели вайринг на этих губках, который позволяет сжимать и разжимать их вместе синхронно. Увидели так называемый Link Constraint, который позволяет то прицеплять, то отцеплять объект. Ну и немножко с анимацией буллином. Надо сказать, если вы потренируетесь со всеми этими вещами и поймете, как они работают, то вы сможете делать очень неплохую анимацию разных машин, механизмов, узлов этих машин. Они у вас будут там вращаться, двигаться, взаимосвязанные, естественно, и вытворять всякие разные интересные безобразия. Лишний раз напомню, все, что я сейчас показывал, включая, к сожалению, позорное зависание 3D Max, будет в качестве видеозаписи доступно вам для последующего просмотра или на моем YouTube-канальчике, или на канале Специалист ТВ, для того, чтобы вы могли, если, конечно, вам интересна эта тема, попробовать свои силы самостоятельно. Возвращаясь к разговору о обучении, друзья, если вам интересна анимация в целом, если вам хочется делать видеоролики, не обязательно с механизмами и машинами, а любые там заставками, логотипами, процессами всякими, иллюстрациями ожившими, либо с персонажами, то мы вас приглашаем на курс, который называется «Анимация и спецэффекты». Там будет то, что вы увидели сейчас, плюс много-много всякого другого. Это 4 полноценных учебных дня, то есть вы будете с 26 апреля 4 дня учиться, каждый день по 8 учебных часов, с утра, ну и почти до вечера, и за это время вы сможете полноценно освоить такую интересную задачу в МАКСе, как анимация и спецэффекты. Надо сказать, что этот курс также является частью комплексной программы, но тем не менее, сейчас мы говорим просто об отдельном курсе. Дорогие друзья, про центр «Специалист», в котором мы учим людей, я уже все рассказал, поэтому повторяться не буду. Буду рад видеть вас на наших курсах, и, как и обещал, в конце нашего небольшого мастер-класса, одну секунду, хочу вам скинуть ссылочку на ту самую сцену, на которой я вам показывал этот мастер-класс. Вот, держите в чатике ссылка, можете по ней щелкнуть и скачать файл с этой самой машинерии. Было очень приятно с вами, дорогие друзья, обсудить вопрос анимации подобного нетривиального набора устройств. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рад на них ответить. На этом я закончил. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Извините за зависание 3D Max. Для меня это было, конечно, неприятным сюрпризом, но вроде мы сумели, несмотря на это, уложиться в тайминг. Ну, почти. Ну, что же, в таком случае, дорогие друзья, всех благ, отличных вам рендеров. Надеюсь, с кем-то из вас я смогу увидеться на курсах по созданию анимации, которая начнется, повторюсь, 26 апреля. Вот Олег спрашивает, есть ли у нас курсы по Арнольду. Олег, ну, честно говоря, Арнольд не очень система, поэтому курсов по ней нет, и я боюсь, не будет, ввиду того, что, ну, учить ее нет особого смысла, на мой взгляд. Мне она не нравится. Да, она неплохо смотрится, когда у тебя мощность почти бесконечная, то есть если у тебя реально рендер ферма там с кучей компов и неограниченными ресурсами, тогда, конечно, да. А если у тебя один комп, на котором тебе нужно что-то рендерить, то Арнольд, он теряет актуальность. Слишком ресурсоемкая дрянь, рендерит медленно, постобработки почти нету нормальной, поэтому, ну, блин, мне Арнольд не нравится. Сергей Юрьевич, это ваша работа, вы мне прислали сейчас ссылочку. Если ваш, то выглядит красиво. С монетками. На 22 максе, разумеется, откроется. Мне нравится, как у вас получилось. Здорово. Интересный такой шар из монеток стеклянной. Ну что же, друзья, с вашего позволения выключаю запись. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!